Друзья, витаю! Это канал Фабрика Новин. Ставьте лайк, подписку. Я Натасия Федор и сегодня с нами Аббас Галянов, политехнолог и колышний спичрайтер Путина. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Еще интересное было заявление от Главного управления разведки Минобороны Украины, что, мол, Россия сейчас пытается путем ядерного шантажа помешать визиту президента США в Европу, который, в общем, запланирован с 20 по 22 февраля. И, в общем, таким образом как-то ослабить поддержку Украины. А вот работают ли еще какие-то угрозы такие вот на Запад ядерного шантажа или уже все? Это больше не лезет. Все меньше работает, все меньше там. Россия. Это не тот инструмент, которым можно пользоваться слишком часто. Это если ты часто будешь этим пользоваться, будешь этим злоупотреблять, но это будет примерно как вот в той истории с мальчиком, который слишком часто кричал волке. В конце концов на его крики просто прекратили обращать внимание. И в этом смысле Россия, конечно, сама виновата. Ну, то есть, если ты с утра до вечера бряцаешь ядерным оружием, ну, в какой-то момент чуть не удивляйся тогда, что люди перестанут на него обращать внимание. Если ты с утра до вечера чертишь красные линии, ну, если красная линия одна, ну, тогда ее видно и на нее обращают внимание. А если ты их там весь пол вокруг изрисовал красными линиями, ну, так люди уже пересекают их, не обращая на них никакого внимания. И в этом смысле, ну, Россия сталкивается с последствиями своих собственных нерациональных действий. Буквально на днях видела видео, где якобы вагнеровцы расстреливают портреты важных людей, генералов в России. И это все на видео, они все говорят, вот, как можно красиво стрелять. Это все показывают. Ну, и в общем, как думаете, это противостояние, даже вот если брать ЧК Вагнер и Минобороны России, оно еще действует, что это означает? Или это уже, в общем, стихло, все поняли, что это может даже и на руку Путину, чтобы строить разные группировки. Ну, и пока оно все работает. Не, ну, подождите, как это на руку Путину? Армия должна война с украинцами, они там одни подразделения с другими, понимаете? Поэтому внутренний раздрай точно не работают на руку Путину, понимаете? На руку Путина такие вещи работают в каких-то критических ситуациях. Ну, допустим, если вот он, переворот начинается, но там отсутствие внутреннего единства, значит, действительно на руку Путина. Может помешать, значит, силойкам произвести переворот. Но пока переворот не видно. Пока воевать нужно. А на войне нужно единство, значит, что называется фронта и тыла, флангов. Ну, скоординированные действия нужны. Я думаю, что все это по-прежнему актуально. Не дали как, сколько, ну, месяц, если не месяц, а полтора назад Пригожин сам публично их, того же самого Герасимова, как говорится, и в хосте в Гриву, да? Там его вагнеровцы матом буквально обкладывали представителям сексуальных меньшинств, называли Герасимова. И Пригожин говорил, да, ребята имеют право, а не в сердцах, но вот заслужил. Вот, поэтому ничего нового. Там, где можно публично обматерить, ну, там, наверное, можно и в портрет пострелять. Так что, конечно, там нет никакой любви. Вообще там внутренних конструкций очень много. То, что рассказывают, вот, в подразделениях, прямо там, внутри. Значит, ну, когда нет мотивации, нет ощущения справедливости того, что ты делаешь, чувство единства, неоткуда взяться. То есть чувство единства, оно же не механическое. Оно иногда бывает механическое, но для этого какие-то оптимальные обстоятельства нужны, которых там точно нет. Значит, а в целом оно просекает из, все-таки, того, что люди, ну, какую-то идеологию разделяют. А тут идеологии нет. Ну, то есть люди приехали, как рассказывают, вот, те, кто там находится, приехали туда с гармошками, значит, отстаивать там интересы русских Донбасса. Приезжают, и первое, с чем сталкиваются, это, значит, с тем, что местные, ну, сами армейские эти интенданты кормят из рук вон плохо. Там, две банки тушенки на трех человек на двое суток. А, значит, а прикупить у местных, у донбасских, значит, можно, но в три дорогие. А они знают, что у ребят деньги есть, которые из России приехали, им там платят за это. Вот. И армия, если нас живет и смотрит, ничего себе. Ну, то есть мы приехали их защищать, а они тут на нас наживаются. Вот. И там моментально пропадает, в общем-то, это ощущение, значит, того, что есть какая-то великая цель. Там, на фронте этого нет, насколько я понимаю. Да, и начинаются внутренние конфликты, разборки, даже внутри. То есть не надо быть, чтобы рядом были уголовники, социально чуждые, что называется, с которыми можно конфликтовать. Они даже между собой. Словно говоря, городские против деревенских. Не так посмотрел, значит, не то сказал. Как-то так. А вот роль Кадырова. Есть информация, что он, ну, прям сам написал, что он хочет создать свою ЧВК, но после завершения работы на госслужбе. Мол, сказал, что Вагнер показал свою эффективность в военном плане, и без всякого сомнения, такого рода формирования нужны и необходимы. И, мол, он всерьез об этом хочет задуматься после того, как уйдет из госслужбы. Ну, еще была информация сразу же после этого аналитиков Института изучения войны, где сказали, что Кадыров, судя по всему, отверг приложение Пригожина присоединиться к информационной кампании против Минобороны России. Мол, понимает, что роль Пригожина ослабевает, и ему же ничего не поможет. Кадыров, на чьей стороне, куда он и, в общем, его роль, потому что чаще видим такие абсурдные заявления с его стороны. Ну, никаких оснований делать такой вывод, который сделали в Институте изучения войны, у меня нет. Исходя из того, что сказал Кадыров, я такого вывода сделать не могу. Может, они знают, чего-то, чего я не знаю. Значит, Кадыров, конечно, резко ослабел, я тоже неоднократно говорил. Война не была по нему, по его репутации, сокрушительной силой удар. Значит, на протяжении долгих лет Кадыров убеждал россиян и успешно это сделал, в конце концов, убедил в том, что он и его вояки – это самое страшное, в общем, что можно встретить в жизни. Да, это чемпионы мира. А тут выяснилось, что никакие они не чемпионы мира, не надо даже далеко ходить, вот в соседнюю страну заехали и получили по зубам. Вот. И, конечно, реноме Кадырова и Кадыровцы в этом смысле сильно пострадало. То есть, россияне, которые раньше боялись Кадырова, им теперь, получается, надо бояться украинцев, а не Кадыровцев. И надо понимать, что власть Кадырова, она держалась исключительно на страхе, на культе силы. Значит, и Кадыров, конечно, очень сильно проиграл, его котировки резко упали. И какое-то время он еще попытался продолжать ехать на той старой лошади, которая уже, на самом деле, сдухла, стягал ее, стягал, там вот эти тик-ток войны вел. Ну, в конце концов, почувствовал, то ли сам почувствовал, интуиция у него есть, она сильная. То ли подсказали, вот что советники его консультируют, вроде как там, ребята. И, в общем, в любом случае, он понял, что это совсем уж смешно выглядит. Ну, то есть, это такая уже клоунада, прям на клоунаду похожая становится. И он прекратил это, ну, по крайней мере, минимизировал эту историю. И стал имитаться. Ну, какое-то время он вообще залег на дно, отсутствовал. Но отсутствие в информационном поле, в такой ситуации, после такого, когда ты на протяжении многих лет, там, доминировал, играл мускулатурой, оно тоже против тебя работает? Да, в спекте. Вот, поэтому он помолчал, потом стал имитаться, там, пытаться то в одну сторону, то в другую. Вот, помните его в высшей степени странное заявление, странное, если не сказать больше, о том, что, когда он Запад обвинил, что, действительно, вот вы не поддержали когда-то, там, независимость Тичкерии. Нам ничего не осталось, кроме, как, так сказать, там, вот, лечь под Россию. То есть, вдруг выяснилось, что, вообще-то, независимость Тичкерии, это было хорошо, просто не получилось, потому что не поддержали. И лечь под Россию, это было вынужденное решение, а, в общем-то, вовсе не оптимальное, как он до этого говорит. И, значит, вот, ну, вот такие вещи, метание, да, они, конечно, выдают то, что он не может нащупать новые направления движения. Там, вроде, он попытался, знаете, свой имидж трансформировать из такого воина, который он раньше культивировал, в мудрого старца. Там они в законодательство внесли, значит, пункт изменения в законодательство, в соответствии с которым его титул, там, какой-то титул ему присвоили, значит. И он переводится с чеченского, как что-то типа «отец нации», там, да. То есть, это выглядит, как попытка такого ребрендинга, если можно так выразиться, трансформация образа. Не знаю, удастся ему это или нет, тут надо быть очень последовательным. Ну, к тому же, если ты хочешь отца нации изображать, ну, здесь нужна мудрость, то качество, наличие которого Кадыров до сих пор не демонстрировал. Интуиция, да, а мудрости нет пока. Ну, а пока только показывал пистолет, который мог бы убить Зеленского и там размахивал им возле Скобеева. Ну, вот в общем, наверное... Ну, а потом стал говорить о том, что он готов вести переговоры с Зеленским, понимаете? Да. То есть, тоже, вот видите, какая перемена в настроении, так сказать, то убить хочет, то переговоры вести. А переговоры вести, это уже, кстати, удел как раз такого вот мудреца, да, там можно продемонстрировать таланты дипломатические, так сказать, да, и вот, то есть, это может быть часть, вот это предложение, часть вот этого ребрендинга, который они, возможно, пытаются сделать. Я не утверждаю, что они вот делают действительно, да, может, это просто вот какие-то спонтанные металины, неосмысленные. А может быть, что-то есть за этим какая-то стратегия. Но, в любом случае, не факт, что получится. Ребрендинг вообще очень трудная вещь, значит, особенно в ситуации, где вовлечены, вовлечено столько эмоций. Подхадыров на протяжении долгих лет внушал самую сильную эмоцию из тех, что существует в мире, страх. И в этом смысле он, ну, сделать вот, чтобы люди вдруг перестали бояться и, значит, поверили в то, что он на самом деле не страшный, а мудрый, там, ну, это задача такая, требующая напряженной работы, чтобы ее реализовать. Не факт, что получится. Вот, в общем, он перестал быть игроком по-настоящему серьезным, федерального уровня. Вот это заявление у ЧВК, которое вы сказали, это, скорее всего, попытка продемонстрировать Москве, ну, вообще, вот, там, кому, всем, кому положено. Значит, от Путина, там, до администрации президента, может быть, до ФСБ. Что, дескать, не думайте лишить меня должности. Вот, и, по сути, что такое ЧВК, особенно в исполнении Кадырова? Ну, незаконное бандформирование. Вот, может быть, законное, а может, незаконное. Там, в России, с гранью между законным и незаконным, она очень зыбкая. И, по сути, он говорит, ну, типа, если вы меня уволите, я вот чем займусь, я воевать буду. Да, ну, и, по сути, угроза, по сути, бунта. Да, и, возможно, он чувствует, что креста поднимет, что-то, вернее, ну, точно чувствует, не может, не чувствует. Оно объективно считается. И вот он намекает, придется, не надо вам на меня покушаться. Значит, вы не знаете, что с Пригожиным делать, а тут еще я у вас появлюсь. Думаю, как-то так. Мы говорим о возможном ребрендинге Кадырова, но мне кажется, что это уже нужно самому президенту Путину, потому что Песков сказал, что Путин в послании к Федеральному собранию уделит особое внимание спецоперации. А учитывая то, что уже все слышали все тезисы Путина, почему воюют, за что, сейчас, учитывая то, что ситуация на фронте, по сути, для Путина не поменялась, никаких побед нет, что может сказать, вот, в связи с этим, что ничего пока нового не добились, Донбасс, как мы хотели, до марта не взяли, что нового, скажет Путин, такого, чтобы ему поверили? Что напишут ему, точнее, скажем так? Ну, похоже, что все идет к тому, что ничего принципиально нового не будет. Будет повторение всех тех же тезисов, которые звучали до этого, попытка оправдать себя, попытка оправдать агрессию. Это не мы виноваты, это НАТО виноваты. Ну, опять продолжатся исторические изыскания в части того, что украинцы не имеют права на полноценное, недависимое государственное существование. Вот, то есть все то, что мы уже слышали многократно, снова в очередной раз обыграют. Значит, в целом, вот, есть вещь, я о ней уже говорил, которую, как мне кажется, курс, который избрал Путин. Но вы меня спросили у послания, да, я не уверен, что уже завтра это будет озвучено. Скорее всего, нет. Этот тезис будет озвучен, этот новый курс будет озвучен в момент, когда вот это наступление, то ли начавшееся, то ли которое только начнется, вот, которое, может быть, завтра анонсирует как раз. Значит, вот, этот курс будет анонсирован, объявлено о нем будет, когда вот это наступление захлебнется, когда Путин почувствует, что все, дальше уже будет только хуже. Вот тогда он сменит правительство, как мне кажется, поставит нового премьера и вручит ему самые широкие полномочия в части ведения войны. Причем это будет не технический премьер, как всегда было при Путине, а премьер такой политический. То есть Путин прямо ему скажет, что давай, вот у тебя есть, там, чуть больше полугода, выигрывай войну, и тогда ты пойдешь на следующие президентские выборы вместо меня. Вот в декабре надо выдвигаться, значит, ты будешь преемником. Значит, во-первых, Путин таким образом дистанцируется от предстоящего поражения, то есть он переложил ответственность на преемника, да, и это будет поражение преемника. То есть при Путине, вот почему я сказал, важно начать этот проект до того, как... в тот момент, когда наступление начнет захлёвываться. То есть, смотрите, если Путин начнет это наступление, то значит, он в него еще верит. Да, потому что, ну, тогда ему надо проект-приемник запускать прямо сейчас. Но, судя по всему, он готовится к наступлению, судя по тому, что говорят военные эксперты. Ну, и утечки, и обороны об этом же говорят. Значит, он еще верит в возможность переломить его от войны и выйдет. Значит, он это наступление начнет и не будет отдавать его преемнику. Зачем отдавать преемнику то, во что ты веришь, да? Если ты можешь победить, то побеждай сам. Зачем отдавать это кому-то? Ну, вот в тот момент, когда наступление начнет захлёбываться, Путин, понимаете, он почувствует это раньше других. У него все-таки вся информация к нему в первую очередь стекается. И вот надо это... Вот в тот момент, когда это наступление, ты понял, что все, оно захлёбывается, но это еще не поняли остальные, страна не поняла это. Вот в этот момент надо объявить его в начале операции преемника. То есть сменяешь правительство, объявляешь всю общую мобилизацию, вернее, это объявят они уже, вот этот премьер. Вручаешь ему самые широкие полномочия, значит, он получает право рассказать своему окружению, и это разойдется по всему аппарату очень быстро. То, да, я преемник, я буду следующим президентом. Вот. И Путин получит два результата в результате вот этой штуки. Первое, он снимет с себя... И очень важно сделать это в своих собственных глазах. В глазах своего окружения, вот этих там пацанов, что называется, да, Розенбергов, там всяких. Снять с себя ответственность за поражение. Ну, то есть при мне все нормально, воевали. Да, не приснешься, были неудачи, но в целом война шла, мы наступали. В общем, там, то Солидар возьмем, то Бахмут почти возьмем. Значит, и, соответственно, вот с тем, чтобы поражение уже... У него не Путин был отцом, а кто-то другой. Тогда потом его можно через полгода снять, сказать, ты не оправдал высокого доверия. Можно вернуться к руководству уже. Легче, понимаете, лучше нести ответственность за неудачный выбор преемника, чем нести ответственность за поражение. За поражение... Ну, поражение Путину не простят. Ни он сам себя не простит, ни его пацаны не простят, ни страна не простит. Он же сильный лидер. Вот. А неудачный выбор преемника, ну, так бывает, что? Тем не бывало. Вот. Сам-то он молодец, ого-го, просто преемника неудачного выбрал. В общем, первое, это перекинуть ответственность за неудачный проект на того парня. И второе, это расшевелить государственный аппарат. Просто вот эти медведевцы, почувствовав, что у них появился шанс, значит, сейчас из четвертого, пятого эшелона российских элит стать первым, ну, они подметки рвать будут. Вот сейчас проблема, важнее, что проблема Путин заключается в том, что госаппарат в целом парализован практически. Они все сидят в шоке, наблюдают за происходящим, пытаются понять, что будет дальше. Просчитывают варианты. Значит, действуют они по минимуму, каждый. Вот минимальный объем своих обязанностей выполняют, а в целом, ну, стараются отложить, как сказать, на потом все. Мобилизация это показала со всей очевидностью, она, вон, как-то, криво прошла. Вот. А тут в аппарат будет вдохнется новая жизнь, понимаете? Значит, во-первых, ну, медведевцы бросятся рвать подметки, то есть они будут стараться оправдать оказываемое им доверие, закрепиться. Вот они получили полномочия, они будут стараться закрепиться по максимуму. Значит, а все остальные, в целом, госаппарат, ну, вот, знаете, как вот, шок с ними. То есть они вернутся в привычное свое состояние. О, интриги там, внутренние разборки, аппаратная война, кто усилился, кого Медведев поставит руководителем аппарата правительства, кого он поставит своими замами, значит, как распределять между ними полномочия, как он выстроит отношения с Государственной Думой, какие у него отношения будут с Кириенко, какие с Володиной. Ну, то есть это вот такое привычное состояние. Фактор войны для российской бюрократии отойдет на задний план. И это некоторым образом, с определенной долей уполности, я употребляю этот термин, но это будет вот такая нормализация. То есть они из нынешнего шокового состояния выйдут. Вот. И ради того, чтобы вот эти два результата получить, я думаю, Путин эту историю может провернуть. Но я повторюсь, я не утверждаю, что это случится уже завтра. Скорее всего, даже нет. Скорее всего, завтра он все-таки попытается анонсировать это наступление. Вот. Если у меня спросите, кого он выберет в качестве нового предприятия... Да, вот я прямо хотела. Новые лица, и вдруг информация, что Медведчук почему-то появился в СМИ российских, что он там бедолага не по своей воле в России, может там пробует каких-то новых относительно людей, чтобы посмотреть на реакцию, может, общества или нет. Новых не будет. Ну, Медведчук это, значит, это другая история. Ну, просто им нужны новые лица, которые будут говорить вот то же самое. Ну, то есть, линейку экспертов надо обновлять. Вот. Поэтому Медведчука украинцы знают, Арсений-то его не знает. Поэтому вот вам, пожалуйста, еще один украинский политик, который говорит, что там царят украфашисты. Вы нам не верите, вот он, пожалуйста, значит, местный украинец. И вот до этого вытащили, не более того. Я думаю, что новым старым премьером и преемником будет Медведев. Значит, в последние месяцы, последние пару месяцев Медведев резко усилился. Просто ты думаешь, что если Путин начал реализовывать этот план, то должно это быть заметно, должно в чем-то проявляться. И ты начинаешь внимательно смотреть, что там происходит в аппарате. И ты видишь, что самое сильное усиление, самое заметное усиление произошло вот как раз у Медведева. Он стал, был назначен Путиным 26 декабря, если не ошибаюсь, плюс-минус день, первым замом в ВПК военно-промышленную комиссию. Это комиссия, которая занимается гособоронзаказом, то есть вооружением армии. И это самая главная задача, которая сейчас должна решаться российской экономикой. Значит, до сих пор... Ну, то есть это вторжение на поляну правительства, на поляну Мишустина. Ты видишь, что Медведев реально рьяно взялся за дело. В январе, в начале февраля он провел уже три заседания ни в ВПК, ни вот этой военно-промышленной комиссии. Он там создал рабочую группу в рамках комиссии. Значит, и провел три заседания. Ну, там можно посмотреть, как на сайте Совбеза Российского есть фрагменты стенограмм, фрагменты, ну, просто описание, там, отчеты о мероприятиях. Ну, например, как он угрожает там директорам оборонных предприятий тюрьму. Прямо про посадку говорит. То есть он прям говорит, если вы будете срывать сроки, то у нас вот новые статьи в Уголовный кодекс введены, имейте в виду, посадим. Ну, то есть они жестко работают. Причем, повторюсь, на поляне правительства. Мишустин сопротивляется пока. Значит, 26-го назначили Медведева. И, по-моему, буквально через несколько дней, числа 29-го, 30-го, Мишустин уволил из аппарата правительства правил на пенсию. Значит, Игоря Боровкова, это человек, который возглавляет аппарат этой комиссии ВПК, комиссии ВПКшной. Боровков работал при Медведеве. И у Медведева и у Медведевцев возможности работать с Боровковым очень хорошие. И Мишустин тут же, вот как только, три года Мишустин премьерит. И Боровков ему не мешал, все нормально было. Но прошло 3-4 дня после того, как в комиссию зашел Медведев. И Боровкова Мишустин отправляет на пенсию, хотя там предельный срок еще не вышел. И на его место ставит в доску своего человека из ФНС, Богдан Стежка. Человек, на которого Медведев совершенно очевидно не может положиться. Надо понимать, что в целом между Медведевым и Мишустином там Искрид, до этого еще Искриды очень сильно. И в принципе в этой комиссии, куда Путин поставил Медведева, Мишустин пытается выбить из-под Медведева стул. Медведев на это отвечает тем, что он отказывается собирать ВПК, всю комиссию, а создает в ней рабочую группу, в которую сваливает полномочия комиссии и там оттуда и рулит. То есть из широкого, которого он пока не может захватить, он создает узкое, если ему так выриваться. В общем такая аппаратная возня, ладно, я буду сокращать эту историю, она такая бесконечная. Бюрократы любят о таких вещах рассуждать. Я тоже вообще бюрократ. Значит, там бесконечная борьба идет, внутренняя, аппаратная. И я смотрю на это и думаю, ну зачем-то Путин же этому позволил происходить. Ну в чем-то, какой-то смысл же должен в этом быть. Потому что, ну, глупо создавать раздрай на ровном месте, они и так через пень колоды работают, неэффективно работают. А тут еще такую драку устроили. И, ну, и я вот принял решение, что, наверное, если все-таки Путин дрейфует в сторону вот этого варианта с преемником, который, ну, мне кажется, просто для него в данном случае оптимальным. Ну, то есть перед ним поражение маячит, что-то надо с этим делать. Да, и вот он может провернуть такой вариант. И когда я принимаю для себя в качестве точки отчета, что такой вариант может быть реализован, я начинаю думать, а кто, кого? И я вижу, что почему-то Путин вот в эту сторону двинулся, да, в сторону усиления Медведева и вторжения на поляну правительства. Вот, как-то так. Слушайте, ну, тогда я могу понять это заявление, что написал замглавы совбеза Медведев в Телеграм, но потом, правда, удалил, что, мол, пришло время признать очевидное, Николай Второй – это я. Потом это все удалилось, а потом пишут СМИ. В общем, обликовал как будто в полночь, а к четырем часам утра удалили с канала. Это когда? Вчера было? Я просто не видел это новость. Это вчера было? Вот, буквально, да, да, ну, где-то день-два назад, да, вот было. Слушай, написал я, Николай Второй? Да, пришло время признать очевидное, Николай Второй – это я. В пресс-службе не смогли прокомментировать, сказали, что Медведев лично ведет этот канал, и они на это никак не влияют. То есть, я так понимаю, что он точно готовится за какое-то место и, в общем, позволяет тебе такое писать. Мне говорили, что он бросил пить, вот там в аппарате, в суке ходит, что он бросил пить, но, судя вообще по этой истории, нет, не бросил. Мне тоже кажется, что нет. В общем, вот, тогда, я думаю, мой план может реализоваться с другим человеком. Ну, не мой план, который я писал, может реализоваться с другим человеком. Ну, да, если не бросил, не может сделать хозяином стороны человека, который, ну, себя не контролирует. Может, сейчас будет как-то его выводить из запоя, ну, посмотрим, конечно. Время покажет. Вам буду говорить спасибо за важный разговор, вас с Галямом Политехнологом. И, конечно, не бойтесь, что он был сегодня с нами. Спасибо. Друзья, я же напоминаю, вы на фабрике новинств. Ставьте лайк, подписки и ваши комментарии. Мы также ждем под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!